Сегодня мы с вами поговорим о том взгляде, который Центральный банк имеет на вопросы киберустойчивости. И мы считаем, что это одно из стратегических направлений развития финансовой сферы. Собственно, почему? Останавливаться на этом, наверное, смысла нет. Практически все наши процессы, это процессы, связанные с информатизацией, а в них как раз все, что связано с безопасностью, крайне важно. Есть три основные направления, которые мы считаем крайне важными, из которых состоит киберустойчивость. Это обеспечение киберустойчивости вычислительной инфраструктуры, контроль рисков при взаимодействии с поставщиками услуг и ситуационная осведомленность. Если мы с вами посмотрим, от чего зависит правильная работа кредитной организации, она зависит не только от того, что сделано в самой кредитной организации, но и от того, как кредитная организация взаимодействует с поставщиками услуг. Очень интересный пример приводили коллеги из Банка Швеции. Они говорили о чем? О том, что был у них очень интересный случай. Вся банкоматная сеть трех скандинавских стран сидит на канале одного единственного провайдера. И в один прекрасный момент этот замечательный провайдер, проводя у себя работы по телекоммуникационному оборудованию силами вполне конкретного администратора, положил на два часа всю банкоматную сеть трех государств. То есть Швеция, Финляндия и Норвегия остались без банкоматов. Вопрос. Имеет ли это отношение к работе конкретной кредитной организации? Очевидно, нет. Но, если подумать, то эта тема является крайне важной для каждой кредитной организации. Поэтому мы считаем, что помимо домена обеспечения киберустойчивости непосредственно инфраструктуры, контроль рисков при работе с ауссорсингом является важной задачей. Ну и ситуационная осведомленность, как показывает практика, я покажу чуть подальше, является очень важным моментом и дает свой эффект. Шесть доменов, которые мы выделяем для того, чтобы в каждом из доменов обеспечить определенный набор требований по информационной безопасности. Они, собственно, здесь обозначены. На слайде просто пример того, как эти домены распределяются по зонам ответственности. Понятно, что не все из них мы можем охватить сейчас в первом приближении. Но, тем не менее, это то направление, которое мы дальше будем работать. Отдельно хотел бы остановиться на том, на чем Дмитрий Германович уже в своем докладе сделал акцент, но немножко поподробнее. В доктрине информационной безопасности Банк России обозначен как один из государственных органов, который организует работу по обеспечению информационной безопасности. С другой стороны, есть федеральный закон о безопасности критически информационной инфраструктуры, и в рамках этого федерального закона нам с вами придется жить, хотим мы этого или не хотим. Я сейчас хочу немножко про другое говорить. Та концепция, которую мы себе представляем, и это находит поддержку со стороны восьмого центра ФСБ, выглядит следующим образом. Есть Финцерт Банка России, который является отраслевым центром Госсопка. Мы планируем аккумулировать информацию от банков к себе именно через Финцерт, и дальше мы выступаем единым окном в сторону Госсопки. Недалее как сегодня в сторону Федеральной службы безопасности ушло письмо на согласование форматов информационного обмена, который мы собираемся сначала сделать стандартом СТО и дальше перевести в стандарт ГАСТа. Документ крайне большой, но его особенность заключается в том, что мы собираемся не просто его сделать обязательным, а это некий традиционный формат, который поддерживается в том числе на международном уровне. Это формат, который поддерживается и должен поддерживаться Госсопкой, плюс дополненный некими дополнительными информацией, характерной только для кредитно-финансовой сферы. Но цель проекта заключается в том, чтобы не только получать от банков эту информацию, дальше передавать ее в Госсопку, но и обеспечить возврат в банки информации, которую можно грузить автоматом дальше уже непосредственно в системе антифрод, в вашей системе антифрода и в вашей системе обнаружения вторжения. Джейсон-формат со всеми текающими последствиями. Важно здесь то, что Финцерт является единым окном для взаимодействия с Госсопкой. Кроме этого, Центральный банк, являясь мегарегулятором, продолжит свою деятельность в сфере нормативного регулирования и законотворческой деятельности. О тех законах, которые находятся у нас на поддержке в производстве Дмитрий Германович сегодня рассказал, на них останавливаться не буду, хотя, конечно, они закладывают очень важную основу для, прежде всего, противодействия хищения денежных средств, ну и, в вторую очередь, для взаимодействия между банками в целом. Распадаясь на четыре зоны, мы видим основные направления нашей деятельности как законотворчество, как методическое регулирование, то есть это то, что мы выпускаем в нормативных документах и в стандартах, нормативно-правовая деятельность и организационная деятельность, связанная с Финцентром. Возвращаясь к методической деятельности и деятельности, связанной со стандартами, хотел бы обратить внимание вот на что. Недавно одна из ассоциаций провела заседание Комитета по информационной безопасности и дружно проголосовала за то, что отрасли, понимаешь, не хватает стандартов. Надо срочно, понимаешь, увеличивать количество стандартов. А мы тут посчитали и у нас получилось очень интересно. У нас вот на сегодняшний момент фактически готово один ГОСТ введен уже в действие и второй на подходе. Кроме этого, есть четыре стандарта в области стандартизации Панка России и восемь рекомендаций. Если посмотреть по их содержанию, они перекрывают практически 80% от того круга, который был на первом слайде. Вопрос. А когда вот это вот уважаемое сообщество голосовало за то, что нам не хватает стандартов, оно вообще то, что есть сейчас в действии, изучало или нет? И даже если оно изучало, то возникает второй вопрос. Уважаемые некоторые уважаемые товарищи, которые работают в банках и периодически опубликуют статьи или пишут в блогах, что обвиняют не просто Центральный банк, а государство в целом, что в Российской Федерации нету, понимаешь, стандартов вообще. Им приходится читать НИСТы и дальше пытаться их как-то адаптировать в своей организации. Так вот, позиция Центрального банка заключается в том, что пока мы сами с вами вместе что-то не напишем, оно и не появится, потому что это никому кроме нас не нужно. И вот те цифры, которые здесь приведены по тем доменам, которые есть, они как раз и свидетельствуют. Я про каждую из рекомендаций или про каждого из ГОСТ могу говорить очень долго. 90% того, что написано, написано не Центральным банком, а написано теми организациями, которые были заинтересованы в реализации тех или иных стандартов или в реализации тех или иных требований в рекомендациях. Это писали самостоятельно. К сожалению, не все представители кредитных организаций готовы идти на такие же затраты своих собственных сил, для того, чтобы появились те самые рекомендации или те самые стандарты. Тем не менее, мы считаем, что все-таки не все у нас так в порядке. Да, безусловно, мы движемся в сторону обязательности применения тех или иных стандартов и считаем это правильным. Мы не считаем необходимым устанавливать жесткие требования по технике реализации тех или иных требований, отдавая это на аутсорсинг, отдавая это на возможность реализации каждой организации, исходя из ее бизнеса. Но, тем не менее, на этом слайде вполне конкретное наше видение по каждому из доменов, какие ГОСТы, именно ГОСТы, не стандарты Банка России, а именно ГОСТы, в ближайшее время мы собираемся выпустить. Если вы посмотрите, что написано на первом слайде и сравните, какие домены, соответственно, они покрывают, вы увидите, что это практически перекрытие всех доменов. Да, безусловно, мы не можем угнаться за тем, как работает НИСТ. Да, мы не можем угнаться за тем, как работают ИСОЧные комитеты. Но там, извините, масштабы вовлеченности в эту работу совершенно другие. И мы по-прежнему призываем кредитные организации и участников рынка в этой работе участвовать. Технический комитет 122 и его первый подкомитет открыт для сотрудничества. Открыт он для сотрудничества именно для тех, кто готов вкладывать свои ресурсы в разработки этих требований. И, коллеги, вы поймите, это на самом деле формирование отдельного рынка для вас и определенных возможностей тоже для вас для реализации тех или иных задач. Нельзя не упомянуть о, так скажем, организационно-практической работе, которая на сегодняшний день проведена. В основном для финансового сектора эта работа сосредоточена в рамках именно финцерта. На сегодняшний день мы имеем почти 620, даже больше, организаций, участников информационного обмена. Это больше, чем у любого мирового церта. Даже таких известных цертов, скажем, как IBM, который здесь уже был. Такого охвата организаций нет практически ни у кого. И, что самое интересное, за последний год мы видим смещение из просто участников в активных участников. Под активными участниками мы понимаем тех, кто хотя бы раз нам прислал информацию о тех происшествиях, которые есть на их сетях или в зоне их ответственности. Конечно, мы можем дружно улыбаться и говорить, что один раз прислал, но это не очень активно. Но если мы с вами подумаем, что является реальным инцидентом информационной безопасности, а что является штатным срабатыванием средств защиты, то поймем, что это уже существенное продвижение вперед. Так вот, активных участников информационного обмена у нас сейчас являет порядка 60% участников из вот этих вот 620. Посчитайте, поймете, что эта цифра крайне большая. Что важно, что время реагирования на инциденты в Финцерте сейчас в среднем составляет порядка 60 минут. Конечно, наверное, это довольно большая цифра, мы стремимся ее уменьшить, но если учесть, что в среднем мы не просто информируем о инциденте, а мы должны проверить, так ли это, соответствует ли та информация, которая нам пришла, реальной угрозе, кому она будет еще актуальна, какие метки компрометации, в этой угрозе и после этого подготовить бюллетень, то время становится понятным, почему оно именно такое. Никогда Финцерт не отправляет непроверенные данные. Да, слава Богу, что на предыдущих уральских форумах у нас была возможность детально обсудить работу Финцерта. Мы очень благодарны за обратную связь, которую мы получили, не только в рамках уральского форума, и получили, кстати, правильно иногда упреки в наш адрес. Это позволило нам существенно улучшить нашу работу и сократить количество ложных срабатываний, отправки ложных бюллетеней. На что еще бы обратил внимание, это на взаимодействие реагирования, связанное с блокировкой сайтов. Отдельная тема, которая крайне болезненная и которая продолжает развиваться. Несмотря на то, что мы активно этой темой занимаемся, порядка 840 сайтов были блокированы по разным тематикам. Тема появления новых сайтов, особенно в тех юрисдикциях, которые нам не подконтрольны, а это в основном зоны за пределами доменных зон РУ, РФ, ИСЮ и поддоменов, которые находятся в этих зонах, она действительно очень важна. Именно поэтому, собственно, один из законопроектов, о которых Дмитрий Геннадьевич говорил сегодня с утра, направлен на блокировку сайтов, находящихся за пределами этих доменных зон. Ну и по итогам, кратким итогам ушедшего года, что можно сказать? Что мы с удовольствием можем констатировать сокращение количества хищений. Знаете, как говорят наши коллеги из правоохранительных органов, нам скоро ловить будет некого, воровать стали меньше. Что мы делать будем? Для нас это хорошо. Мы видим, что злоумышленники, тестируя технологии хищения на Российской Федерации, очень быстро уходят с территории Российской Федерации в другие юрисдикции. В принципе, для нас, как для Центрального банка, это один из основных направлений движения. Для нас это важно, для нас это является важным результатом. И хотел бы обратить внимание на те показатели, которые для нас, как для Центрального банка, обозначены не просто как отчетный показатель, но показатель, который представляется на внимание первому лицу государства. Уровень доверия в кредитно-финансовой сфере и уровень хищений, то есть уровень потерь финансов, которые есть в Российской Федерации. Целевые показатели, которые мы устанавливали, обдумывая эти показатели, они соответствовали, в общем, общим мировым тенденциям. На сегодняшний день, если говорить про 2016 год, то это был показатель похищений, составляющий 28 копеек на каждую тысячу рублей переводов. И на сегодняшний день это всего 16 копеек. То есть общими усилиями мы с вами сумели перебороть тенденцию роста этого показателя и позволили этому показателю идти вниз. Поэтому, исходя из нашей логики, киберустойчивость для нас, это комплекс мер, прежде всего направленный на работоспособность автоматизированных систем кредитных организаций, сокращение количества хищений денег у наших клиентов и у кредитных организаций, и доверие к тем технологиям, которые используют кредитные организации, кредит в финансовой сфере в целом в Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова